Девушки отдыхают Девушки отдыхают Здравствуйте! В студии Владлен Комиссаров. Мы начинаем цикл передач, посвященный антикоммунистическим мифам. И сегодня в нашей программе речь пойдет об уничтожении частной собственности. А поможет нам в этом предприниматель, владелец небольшой чайной лавки Иван Петрович Хозяйчиков. Спасибо, что согласились принять участие в нашей программе. Спасибо, что позвали. Но вообще-то у меня кофейня. Просим прощения за ошибку, сейчас исправим. Скажите, Иван Петрович, как вы себе представляете уничтожение частной собственности? Известно как. У людей все отберут. Квартиру, машину, бизнес, трусы с зубной щеткой. И жен. Откуда вы это взяли? Как откуда? Я человек просвещенный. Телевизор смотрю. Даже президент об этом говорил. Ах, вы, наверное, это имеете в виду. Большевики предлагали не только кур об обществлении, но и женщин об обществлении. Вот-вот, все об обществлении. Все отнимут и поделят. Давайте разберемся. Выдумка об обществлении женщин, появившаяся в первые годы советской власти и подхваченная зарубежной прессой того времени, давно разоблачена. Советы как раз впервые в человеческой истории покончили с унизительным бесправием женщин. Дали ей равные с мужчиной права. Свели на нет проституцию, которая в дореволюционной России, кстати, была отлегализованной. Да вы что? Ну, зачем же тогда президент? Предлагали не только кур об обществлении. Ну, это тема отдельного разговора. Вернемся к вопросам собственности. Посмотрим, что именно и у кого коммунисты собираются отобрать. Ну, давайте. Путаница здесь возникает от того, что по незнанию или намеренно смешиваются два понятия. Личная собственность и частная собственность. А разве это не одно и то же? Личная, частная, какая разница? Главное, мое, моя собственность. Нет. Личная собственность – это материальные блага. Предметы, которыми вы сами пользуетесь для удовлетворения своих личных потребностей. А частная собственность – объекты, с помощью которых их владелец получает прибыль. Так, а можно чуть подробнее и с примерами? Нужно. Возьмем зубную щетку, которой пользуется человек. Это предмет личной гигиены. И, конечно же, это личная собственность. А вот завод по производству зубных щеток, принадлежащий одному лицу или группе акционеров, уже собственность частная. Его владелец получает прибыль, присваивая созданную рабочими завода прибавочную стоимость. Разницу видите? Вижу. Дом, где живет его хозяин со своей семьей – это личное имущество. Квартиры, сдающиеся их владельцам в аренду квартиросъемщикам – частная собственность. Ясно. Трудовые доходы человека, его зарплата и сбережения – личная собственность. Судный капитал – деньги, которые банкир дает в долг заемщику под процент, наживаясь таким образом. Частная собственность. Понимаю. Еще пример личной собственности – приусадебный участок, используемый хозяевами исключительно для удовлетворения собственных потребностей. Например, в качестве огорода, на котором выращиваются овощи и фрукты для личного потребления. А земля, используемая владельцем для извлечения прибыли через труд наемных работников или через сдачу ее в аренду, уже частная собственность. Получается, главное отличие частной собственности от личной состоит в том, что личная собственность – это то, чем я пользуюсь сам, а частная – это то, с помощью чего я делаю деньги. Можно и так сказать, если упростить. Теперь вы понимаете, в чем разница? Да. Личная собственность после обобществления частной собственности не исчезнет. А вот с частной собственностью, которая используется для получения нетрудовых доходов через извлечение прибыли и присвоение созданной чужим трудом прибавочной стоимости, будет покончено. Именно частная собственность на средства производства привела человечество к вопиющему неравенству, когда в руках господствующего класса скопились невероятные богатства, а те, кто эти богатства своим трудом создает, влачат жалкое существование. Именно частная собственность является причиной экономических кризисов, которые регулярно сотрясают общество. Она же – причина войн, которые развязывают капиталистические государства в борьбе за рынки сбыта, дешевую рабочую силу и ресурсы. Поэтому частная собственность, как основа эксплуатации человека человеком и экономического паразитизма, должна быть уничтожена. Это как? Заводы, что ли, снесут? Ни в коем случае. Заводы и фабрики продолжат свою работу. Но они перейдут в общественную собственность и начнут работать в интересах всех трудящихся, а не обогащать горстку владеющих ими частных собственников. Кстати, это как раз после приватизации на постсоветском пространстве ради сиюминутной выгоды порой уничтожали предприятия и даже целые отрасли промышленности. Ну да, было дело. К тому же львиная доля человеческого труда в наше время уходит на то, чтобы у сверхбогатого меньшинства были дворцы, яхты, авто, классы, люкс и прочие атрибуты роскошной жизни. После того, как средства производства будут обобществлены, производительные силы общества начнут работать на удовлетворении действительно важных потребностей трудящегося большинства, а не на то, чтобы кто-то сходил с ума от роскоши и баснословного богатства. Вы имеете в виду, медицинское обслуживание и образование будут полностью обеспечиваться государством. Никому не придется собирать деньги эсэмэсками на лечение больных детей или брать кредит на оплату обучения в УЗИ для своего ребенка. Покончено будет и с бездомностью, и с безработицей. Освободившись от лишнего паразитического класса в системе производства и распределения материальных благ, общество наконец-то сможет полноценно решать стоящие перед ним задачи. И что же это получается? У фабрик и заводов хозяев не будет? Кто же тогда будет все организовывать? Коллективным хозяином всех предприятий станут сами трудящиеся. И сейчас зачастую собственники никак не участвуют в производстве. Они только снимают сливки с работы своих предприятий. Организацией производства и руководством занимаются нанятые директора, инженеры и другие технические специалисты. Капиталист не нужен. У человечества есть объективные измеряемые потребности. Все отрасли народного хозяйства начнут работать согласованно и по научному плану для их удовлетворения. Исчезнет конкуренция, которая кого-то постоянно разоряет. Не будет напрасной траты материальных ресурсов и человеческого труда, свойственных рыночной стихии. Например, в наши дни продукты питания и другие товары, которые невозможно продать по достаточно выгодной для капиталиста цене, просто уничтожаются или выбрасываются. И мы в этом безумии живем, считая его нормой. Быть хозяевами производства могут и должны сами труженики. И что, даже комнатушку в квартире сдать будет нельзя, чтобы немного подзаработать? Человек сдает в аренду, как правило, излишки своей жилплощади. С такими нетрудовыми доходами, если они невелики, можно мириться до определенного момента. Но цель коммунистического общества – обеспечить всех своих граждан жильем, а не благополучие тех, кто сдает часть своей жилплощади в аренду. Подобные способы получения доходов будут изживаться. Как? Главным образом – путем строительства достаточного количества жилья и его распределения через фонды общественного потребления. А вот того, кто захочет, имея несколько квартир, стать рантье-домовладельцем и жить за счет своих квартиросъемщиков, ждет разочарования. Мириться с таким явлением никто не будет. Значительные излишки жилплощади будут изыматься и распределяться между нуждающимися. То есть, выходит, сдавать квартиры в аренду люди перестанут? Да, не будет больше этого источника наживы. Кстати, и личная собственность изменится в новом обществе. Любителей роскоши нам тоже придется расстроить. Не будет ни у кого дворцов, для поддержания порядка, в которых нужен штат прислуги. Из дворцов останутся только дворцы культуры, дворцы бракосочетания, дворцы спорта и творчества. Не будет в личной собственности дорогих яхт и прочих вещей, олицетворяющих баснословное богатство. Страшная потеря для отдельных индивидуумов, но что поделаешь. И, кстати, удобная современная система общественного транспорта вытеснит в городах большую часть личных автомобилей, загрязняющих воздух и создающих пробки. Погодите. Так, значит, и рынка жилья не будет, и сам себе квартиру не купишь, какую хочешь. В ноябре 2021 года Герман Греф, глава Сбера, заявил, что ипотека сегодня единственный способ покупки жилья для большинства россиян. В 2023 году средний срок ипотечного кредита на жилье в новостройках перевалил за 25 лет, а ипотечные долги граждан России превысили 15 триллионов рублей. То есть рынок так здорово удовлетворяет потребности в жилище, что почти никто не может приобрести квартиру, не залезая в ипотечную кабалу на четверть века. И в мире типичной становится ситуация, когда рядовые труженики не имеют собственного дома или квартиры, а вынуждены снимать жилье, отдавая за его аренду львиную долю своего заработка. Ну да, это факт. Сыну в ипотеку квартиру взял. Для меня даже с доходом от бизнеса это чувствительная нагрузка, а как люди попроще с ипотекой справляются, мне вообще непонятно. Владельцы строительных компаний и акционеры банков набивают карманы, а человек, взявший кредит в любой момент, может лишиться своего жилья. Потерял работу, источник дохода, перестал выплачивать ипотеку, все, с вещами на выход. Получается, что квартира, таким образом приобретенная, на деле принадлежит не живущему в ней заемщику, а банкирам-растовщикам. Перестал выполнять их кабальные условия, пшел вон. Что правда, то правда. В США и вовсе заурядная история, когда люди с долгами за медицинское обслуживание остаются банкротами и лишаются крыши над головой. Сравните это с жильем, полученным от советского государства. Да, была очередь на получение квартиры, которая длилась в среднем 5-7 лет, но не было ипотечного рабства, не было стресса, связанного с возможной потерей работы и выселением из-за долгов. Не было черных риэлторов и квартирных аферистов. Притом, жилье человек ждал не на улице. Как минимум, общежитие предоставлялось каждому. Сотни миллионов людей улучшили тогда свои жилищные условия. До сих пор многие граждане современной России владеют своей квартирой только потому, что они или их родственники получили ее в советское время. А ведь и я живу в квартире, которая досталась мне в наследство от бабушки. Ну и когда же личный вопрос решался более гуманно и разумно? Желающему приобрести жилье теперь приходится иметь дело с застройщиками, порой с жуликоватыми, с жадными банкирами. А в худшем случае все заканчивается встречей с беспощадными приставами и коллекторами. Да и строят в наше время так, что новые районы порой похожи на гетто. А квартирами теперь называют даже клетушки площадью в 11 квадратных метров. Все так. К тому же, если у советских граждан на оплату коммунальных услуг уходил небольшой процент их доходов, то теперь старикам иногда приходится отдавать за коммуналку половину своей нищенской пенсии, а то и больше. И все почему? Управляющие компании тоже стремятся к извлечению максимально возможной прибыли. Как и компании-поставщики тепла и электричества, которые теперь нередко находятся в частных руках. Теперь и это рынок. Притом в России плата за коммунальные услуги регулярно растет, но инфраструктура в стране неуклонно изнашивается. Если в советское время трубы планово обновляли, то в рыночной экономике капиталистического государства делать это как полагается не получается. В марте 2021 года в Минстрое рассказали, что износ сетей по стране составлял в среднем 58%. Нужно заменять не менее 5% труб с высоким износом в год. Но меняли не больше 2%. Такой вот эффективный менеджмент. Ну с жильем понятно, а как насчет своего маленького дела? Какой-нибудь мастерской, кафе или магазинчик? Тоже все об обществе, что ли? Конечно же, об обществлении средств производства коснется прежде всего самых крупных и важных предприятий. Там, где так называемый малый бизнес будет нужен, для удовлетворения потребностей людей он сохранится. До тех пор, пока эти потребности нельзя будет удовлетворить безремесленника или лавочника. Хотя, само собой, деятельность таких предприятий будет включена в общий государственный план. За ценообразованием, соблюдением трудовых прав работников, санитарных условий и техники безопасности на них будут следить так же пристально, как и на госпредприятиях. Ага, значит все-таки сохранится малый бизнес. Где-то на какое-то время сохранится, но, снова, коммунизм строится не для того, чтобы создать комфортные условия для мелких собственников. Его конечная цель – общество, где нет ни частной собственности, ни товарно-денежных отношений. А значит, разнообразные лавки, мелкие частные мастерские и кафе постепенно уйдут в прошлое. А куда нам-то и хозяевам деваться? Смотрите, сейчас. Есть кому-то особое дело до того, останетесь ли вы на плаву или разоритесь? Ну, нет. Сотни тысяч мелких фирм и предпринимателей ежегодно становятся банкротами. При этом до разорения жизнь их владельцев – постоянная нервотрепка. Давит олигархическое государство налогами, давят конкуренты, давят кредиторы, а то и ракетиры. А затем в твою нишу приходит крупный бизнес и вовсе безжалостно топчет тебя. Невидимая рука рынка, разве не так? Так, никаких гарантий. Человек теряет дело, источник дохода, и всем на него плевать. При общественной форме собственности подобное будет просто немыслимо. Нельзя будет никого лишить возможности обеспечивать себя своим трудом. Никого не оставят на обочине жизни, как это делается с миллионами людей при капитализме. Способности, профессиональные и деловые качества каждого человека обязательно будут востребованы. Но люди-то все равно боятся, их тоже можно понять. Класс, владеющий крупным капиталом и основными средствами производства, на самом деле и является главным разорителем малого бизнеса. Ему и выгодно поддерживать миф о том, что мелкие предприниматели страшно пострадают от обобществления частной собственности. Он играет на чувствах мелкого собственника, чтобы привлечь его на свою сторону, сделать своим союзником. Но у подавляющего большинства людей в стране никакой частной собственности нет. А мелкому бизнесу постоянно грозит разорение. По-настоящему есть, что терять от уничтожения частной собственности только крупному капиталу. Но постойте, когда все средства производства будут обобществлены, все станет общим, это что ж тогда, полная уравнилубка настанет? Разве это справедливо? Вот я, допустим, свой бизнес сам создавал, ночей не спал, рисковал, потому и получаю больше. А кто-то ничего не делал, не крутился и будет жить, как я. А вот как раз об этом речь пойдет в нашей следующей передаче. Мы поговорим о личном успехе и так называемой уравниловке. Помогать нам будут бизнес-тренер Борис Зауспехов и создатель сети магазинов «Твоя сеточка» на ум пауков. До встречи, дорогие друзья. И спасибо за внимание. Перестань думать, что ты не достоин быть богатым. Главное начать мыслить как миллионер уже сейчас. Запишись ко мне на семинар, и я тебя этому научу за несколько часов. Только до конца этого месяца скидка. Ну, откуда я взял свой первоначальный капитал? Не так уж и важно. Да и срок давности по тому уголовному делу еще не вышел. Поймите, тут главная предпринимательская жилка и мое огромное трудолюбие. Вы не представляете, как много мне приходится работать над тем, чтобы у меня все пахали, как папа Карл. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok